Привет мои друзья, из-за определенного количества боев Unlisted, я хочу вам рассказать вам советы по игре, надеюсь будет интересно и полезно. Я не являюсь экспертом в этой игре, но стараюсь получать новый опыт и делиться с вами. И первое что я хочу вам сказать, про игре с вашим отрядом не бросайте ваших бойцов в ад, они ваш респаун и жизнь в бою. Они вам пригодятся, интеллект у них почти отсутствует, в принципе как большинство ваших тиммейтов. Чтобы вести бой, поэтому с них толку будет мало. Всегда берите инженера в начале битвы, от него почти всегда зависит конец битвы. Именно он строит противотанковые, противовоздушные пушки, укрепления и самое главное это маяк респауна, который позволит еще быстрее захватывать территории. Если вы едете на танки, то старайтесь всегда быть в движении, никогда не останавливайтесь, езжайте, давите, тараньте, ломайтесь все что видите. Движение это жизнь для вас. Остановитесь и вам крышка. Если при штурме вы видите различные фортификации, например колючая проволока, мешки с песком или блиндажи, просто разрушайте их. Вы сможете помочь вашей команде и оставите врага без всяких мест, откуда возможно убивать вашу пехоту. Если вы играете за пехоту и видите танк, то не бросайте в них коктейли молотова или противотанковые гранаты. Танку это будет как горох об сену, потому что в игре нет механики нанесения урона. Играя за инженера, не ставьте маяки на проходных местах врага или стратегических местах, на примере какая-то церковь или дом посредине карты. За них в большинстве случаев будет идти бой. При приближении врага к маяку вы не сможете возродиться и спустя время этот маяк будет уничтожен. Всегда подсвечивайте врагов и технику. Это главное, что может быть для вас и вашей команды. Тщательно подбирайте снаряжение для ваших бойцов. Я беру 50 на 50, 50 против пехоты и 50 против танков. А точнее просто даю одним бойцам противопехотные гранаты, а другим просто взрывчатку или базуку. Увидели укрепление врага или технику, просто бросьте в них взрыв пакет. Через каждое окно можно пройти и лучше всегда проходить через них. Если вы торопитесь, то можете просто просадить несколько выстрелов в них и они распадутся. Если у вас нет взрывчатки против техники, вы можете просто морально мешать противнику. Просто бегайте у машины и мешайте. Можете просто бегать перед прицелом и бить ножом. Противник будет думать, что вы хотите подложить взрывчатку или мину. И все время будет занять вами, а не прорывом вашей обороны. Достал нож, речь. Нож это не просто открывалка для окон, но и хороший способ нарезать ваших противников в бункерах или домах. Особенно когда у тебя однозарядная винтовка. Карта это не просто обычная штука, которая показывает ваше место, а показатель ваших действий на карте. Надо всегда смотреть на нее и планировать свои действия, а не бегать в одну и ту же самую точку. Когда вашим союзникам нужна помощь на флангах или на базе. Надеюсь мои советы были вам полезны и интересны. Они очень просты и логичны, но большинство из них просто забыты.